Собаки, как правило, крупные создания, но вы не поверите, насколько большими они могут быть. Одни псы бывают выше людей, другие весят больше волков, а третьи могут справиться даже с медведями или перетянуть многотонный груз. На это стоит взглянуть. В этом выпуске я покажу вам, на что способна самая большая собака в мире, а также покажу других собак-рекордсменов и расскажу о самых крупных породах собак на планете. Зевс Зевс – подходящее имя для какого-нибудь крупного животного. И в этом плане рекордсмен Зевс полностью оправдал имя греческого бога. Он считается одним из крупнейших псов всех времен. Зевс попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2011 году за умопомрачительные габариты. Его рост в холке достигал 112 сантиметров, а вес – 70 килограмм. Даже на четырех лапах Зевс выглядел невероятно крупно, но если он вставал на задние лапы, то становился настоящим исполином, ведь так он вытягивался до 223 сантиметров. Он был очень крупным даже по сравнению с людьми, что уж говорить о различных предметах интерьера и вещах, рядом с которыми Зевс выглядел великаном. Хозяевам Зевса приходилось непросто – ежедневно они давали ему около 15 килограммов корма, чтобы он оставался в форме, а также возили Зевса на грузовике. В маленькую машину он просто не помещался. К сожалению, рекордсмена уже нет с нами. В 2014 году он скончался в возрасте 5 лет. Зато у Зевса появился достойный преемник, и что интересно, это его тезка. Немецкий док по имени Зевс в 2022 году стал крупнейшей собакой планеты. Рост двухлетнего гиганта составляет 105 сантиметров. Хозяева обратили внимание на габариты питомца, когда тот еще был малышом. Уже щенком Зевс отличался невероятными габаритами и был самым большим в помете. Останавливаться на достигнутом Зевс явно не собирается. Он ежедневно съедает 12 чашек корма для крупных пород, чтобы оставаться в форме и быть еще более крупным. Милли Зевса сложно не заметить. Где бы он ни был, его будет видно отовсюду, ведь такого гиганта невозможно не увидеть. Этого нельзя сказать о Милли. Полной противоположности немецкого рекордсмена. Милли – самая маленькая собака на планете. Естественно, это Чихуахуа. Тут без неожиданностей. Милли буквально в разы меньше Зевса, ведь ее рост составляет всего 10 сантиметров. Она настолько крошечная, что по сравнению с ней крупными кажутся даже стаканы, кроссовки, купюры, мечи и так далее. Да почти все, что угодно. И вы только вдумайтесь. Милли – взрослая собака. Только представьте, насколько миниатюрной она была в детском возрасте. Как говорят хозяева Милли, тогда она была меньше смартфона. Кстати, с Зевсом я ее сравнил не случайно. Если того невозможно не увидеть, то Милли можно запросто потерять даже в невысокой траве. Хозяева говорят, что такое случается часто, и из-за этого с Милли бывает непросто. Помимо своих размеров, Милли удерживает еще один рекорд. Она является самой клонируемой собакой в мире. Ученые из Южной Кореи создали 49 генетически идентичных копий Милли, чтобы понять, почему она такая крошечная. Взгляните на эту атаку клонов. В настоящий момент Милли уже 11 лет, и по меркам Чихуахуа ее можно считать очень взрослой и даже немного пожилой. И раз разговор зашел о возрасте, предлагаю взглянуть на самых старых собак в мире. Рекордсмен всех времен все еще не превзойден. Это собака по кличке Блюи, которая жила в начале 20 века. Этой собаке породы австралийская пастушья удалось прожить 29 лет. Неизвестно, будет ли побит рекорд. Совсем недавно, в октябре этого года, скончалась собака по кличке Пеблс, которая долгое время считалась самой старой на планете. Той Фокстерьер скончался в возрасте 22 лет. Ну а что касается настоящего времени, то сейчас действующим рекордсменом является помесь Чихуахуа по кличке Джино Вульф. Старушке уже 22 года. Возраст солидный, но до рекордсмена времен еще далеко. Пожелаем Джино крепкого здоровья и установления нового рекорда. Ну а я предлагаю перейти к визуально понятным рекордам и взглянуть на самых быстрых собак. Ведь скорость – это одно из их главных качеств. У каждой собаки есть своя техника бега, но едва ли кто-то сравнится с псом по кличке Коджо. Коджо умеет бегать на двух передних лапах, причем делает это очень уверенно и быстро. Несколько лет назад собака даже установила рекорд, пробежав 5 метров за 2,39 секунды. Что касается классических бегунов, то в настоящее время чемпионом считается Уиппет по кличке Рис. 100 ярдов или 91 метр собака пробегает за 5,7 секунд. Это очень крупный результат. Взгляните сами, как носится чемпион. Впрочем, удивляться особо нечему, ведь Уиппеты издавна славятся своей скоростью бега. Тем не менее, эту породу нельзя назвать самой скоростной. Таковой является Грейхаунд. Это английская борзая, самая быстрая собака в мире. Псы этой породы разгоняются до 67-72 километров в час. Для сравнения, те же Уиппеты редко разгоняются свыше 60 километров в час. Грейхаундов разводят как охотничьих собак, поэтому они могут без труда нагнать и поймать дичь по типу зайца. В то же время, сами псы не агрессивные и вне забегов ведут себя очень мило и считаются отличными питомцами. Кому-то нравится скорость, а кому-то сила. Если вы из последних, то Синбернар точно придется вам по душе. Этих псов часто называют самыми сильными на планете и не безосновательно. Например, есть данные о Синбернаре по кличке Райтес Брэнди Беар. В 1978 году он установил невероятный рекорд. Пес сдвинул с места и переместил на расстояние 4,5 метра тележку весом более 2900 килограммов за 90 секунд. Причем не по снегу, не по льду, а по бетону. При этом вес самой собаки составлял всего 80 килограмм. За такую мощь Райтес попал в книгу Гиннесса как самая сильная собака в мире. К сожалению, нет никаких видео с этим рекордом, но есть куча роликов, на которых другие Синбернары таскают тяжеленные грузы, причем перетягивают их достаточно быстро и ловко. Синбернары – очень мощные и уверенные псы, которые могут постоять за себя, но в то же время будут ласковы к своим хозяевам. При правильной дрессировке, конечно же. Невероятная сила Синбернара во многом объясняется габаритами собаки, ведь эта порода считается одной из крупнейших в мире. Предлагаю перейти к тому, с чего мы начали, и взглянуть на настоящих гигантов из мира собак. Смотрите дальше, чтобы увидеть самые крупные и сильные породы собак на планете. Английский мастиф Английский мастиф – старинная порода собак, крупнейший док Европы, самый большой из мастифов, а также самая большая порода собак в мире. Столько вот у нее титулов, но все они заслужены, ведь эти мастифы по-настоящему огромные. Их рост составляет не менее 75 сантиметров, а масса – не менее 70 килограммов. Нередко масса этих британцев переваливает за 100 кило, а рост достигает практически метра. Чтобы было понятнее, это габариты серого волка, крупнейшего из всех волков. Именно среди собак этой породы можно найти одного из самых впечатляющих рекордсменов всех времен. Речь идет о собаке по кличке Зорба. Он вошел в историю как самая тяжелая и самая высокая собака в мире. Рост гиганта составлял 94 сантиметра, а вес – 156,5 килограмм. Он был просто невероятным гигантом. Что касается обычных английских мастифов, то из них может выйти как отличный сторож и охранник, так и преданный компаньон и друг семьи. Свои размеры пес хорошо чувствует и осознает, поэтому злобу вымещает не на хозяевах или детях, а лишь на врагах и незваных гостях. Ирландский волкодав Эти собаки даже еще крупнее английских мастифов, по крайней мере в плане роста. Ведь он у них начинается минимум с 79 сантиметров. Да и вес немаленький – около 55 килограмм. Ну а что вы хотели? Как иначе справляться с настоящим волком? Эти ирландцы являются самыми настоящими волкодавами и издавна использовались для охоты на волков, а также оленей. Завидев серого волка, ирландский волкодав врубает режим берсерка, звереет и не успокаивается до тех пор, пока не уничтожит его. Впрочем, иногда эти ирландцы могут просто поиграть с волками, особенно если они живут вместе. Несмотря на крупный размер, бесстрашие, свирепость и мощь, дома с хозяином и в свободное от охоты время, ирландский волкодав – это очень ласковый, терпеливый и даже флегматичный пес. Лучше всего об этой пароде говорит одна фраза – дома овечка, на охоте лев. Кавказская овчарка Если ирландского волкодава сравнивают со львом и овечкой, то кавказскую овчарку нередко сопоставляют с медведем. Они во многом похожи. Оба сильные, оба имеют густую шерсть и оба огромные. Кавказская овчарка – одна из крупнейших собак в мире. Эти псы могут весить до 110 килограмм и более, а их рост достигает 75 сантиметров. Издавна собаки этой породы активно использовались для выпаса скота, охраны хозяйства, дома и его обитателей. Именно поэтому кавказская овчарка имеет развитый инстинкт охраны территории и защитить она может от кого угодно. Будучи волкодавом, кавказская овчарка без труда расправляется с опасными волками и мгновенно устраняет угрозу. Вступить в бой она может даже с медведем. И не просто вступить в бой, но и одержать победу. По крайней мере, в силах кавказской овчарки прогнать наглого косолапого со своей территории. В этом ей помогает невероятная сила, напористость, а также громкий лай. В то же время кавказская овчарка может стать прекрасным домашним питомцем, которое будет дружелюбно со своими хозяевами. Но для этого придется как следует постараться. Подчиняться этот гигант будет только безусловному лидеру с сильным характером. Бордосский док Пожалуй, самая известная французская собака – это пудель. Эти собачки небольшие, декоративные и совсем не внушают страха. А вот этот их соотечественник еще как внушает. Бордосский док – это большой мастиф, который весит не менее 50 кило. Тело у представителей данной породы слегка приземисто, оно крупное и мускулистое. Само собой, крупные размеры делают этого пса очень сильным. Однако эти французы еще и непредсказуемые. Бордосские мастифы могут завестись с полоборота и вступить в схватку, даже если их не провоцировали. А уж схватка, поверьте, будет смертельной. Хват, челюсти и зубы у этих хищников что надо. С другой стороны, при правильной дрессировке и должном внимании, Бордосский док становится спокойным и уравновешенным, поэтому он может стать прекрасным защитником и идеальным другом. А на этом все. Расскажите в комментариях о своей любимой породе собак. И спасибо вам большое за просмотр. Редактор субтитров А.Семкин